Привычный Привычное восприятие творчества Ильи Репина сформировали произведения, связанные с современными художнику событиями российской действительности, а также галерея портретов знаменитых представителей русского общества. Вполне в духе времени Репина волновали вечные темы библейской истории, и он неоднократно писал картины на тему священного писания «Иди за мною, сатану!» или включал в свои полотна иллюзии на них, не ждали перед исповедью. Появление на обширном наследии Репина иконных образов кажется уникальным случаем, хотя еще в 1850-х годах в родном Чугуеве он начал учиться у иконописца и на заказ писал иконы и расписывал местные церкви. Икона Рождества Его была исполнена в 1890 году для церкви в имении Тарталеи Нижегородской губернии, где Репин недолго гостил летом у семьи Званцевых. Изображенная сцена согласуется с описанием Евангелия от Луки. Иосиф и ожидающая первенца Мария отправились в Вифлеем на перепись населения, устроенную по поведению римского кесаря Августа. В Вифлееме младенец появился на свет, и Мария спеленала его и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Репин избирает композицию, где представлено лишь три самых важных участника чудесного события, опустив часто включаемых в сюжет поклоняющихся им ангелов, животных и других персонажей. На изображенной им тихой сцене в полномраке выступают освещенные теплым сиянием пламени фигуры святых, стоящий слева Иосиф трепетно слоняется к яслим. Мария с любованием придерживает младенца. В окнух лева светит рождественская звезда, возвестившая миру о радости рождения Спасителя. Репин был сильно увлечен Елизаветой Николаевной Званцевой, художницей и основательницей школы живописи и рисования в мире. Они познакомились в 1888 году, затем в непродолжительное время молодая художница занималась у Репина. Более десяти лет их связывала переписка, особенно насыщенная эмоциональным общением, в 1889-1890 годах. Репинские письма дошли до нас, хотя мастер просил Званцеву уничтожать его послание, полный глубоких душевных переживаний. Кисти художника принадлежат несколько графических и живописных портретов Елизаветы Званцевой. После возвращения из Тарталей Репин с досадой писал Званцевой об исполненном образе. «Ваши деревенские критики, вероятно, правы относительно Рождества моего образа. Так где же так было обработать? Ведь это по-русски сделано, тяп-ляп, а теперь и стыдно. Да что делать? Пускай люди молятся». Помимо Рождества, среди созданных Репином образов для православных храмов, можно вспомнить иконы Спаса Нелкотворного для церкви в Абрамцеве, Христа с Чашей и Богоматерь с Младенцем для церкви недалеко от имения Репина Здравневого под Витебском, а также несение креста, написанное во время путешествия художника по Палестине для церкви святого Александра Невского в Иерусалиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok